Привет! Хочу немножко рассказать о своих бытовых условиях, как здесь все устроено. Это такой стандартный американский дом, дом среднего американца. То есть мне приходилось видеть дома стоимостью до миллиона доллара и выше, может быть. Но сегодня я покажу немножко, как живут средние американцы. Это загородный дом, что-то типа виллы. Здесь три этажа. Обычно есть ливенрум, вот это ливенрум, который соединяется с кухней. У меня здесь бардак, потому что я собираюсь готовить. Вот это вот мясо размораживается, это из холодильника я помыла, но это продукты на борщ. Вот я отварила, буду резать салат из скрабовых палочек. Здесь все устроено на электричестве. Вот это электроплита. Есть такая штука, которая нагревает воздух. Отопление вот идет из этой дырочки. Распространяется по всему дому. Вот это вот выход на балкон. Это задний дворик. Недавно я видела здесь, пробегала лисица. Вообще здесь много диких зверей бегает. Говорят, даже койоты встречаются. Это гриль. Грили, как правило, есть у каждого. Ну и здесь очень классно посидеть летом, конечно. Кстати, вот у соседей лебедь. Там в этом горшке в прошлом году птицы свили гнездо. С 7 утра. Что это? Стервятники, да? Грифы. Вот так вот и живем. Дикая природа окружает. Вот так у нас зайцы бегают совсем рядом с моим домом. Так смешно. Такой глазастый. Я спустилась в подвальное помещение. Это называется бейсмент. В общем-то, это как технический отдел. Иногда даже такие помещения отдают квартирантам. И также в этих полуподвалах, так называемых, как правило, находятся две машинки. Вот это вот стиральная машинка с огромным барабаном. А здесь уже сушится белье. Остается только достать его и поскладывать. Сам процесс стирки очень простой, конечно. Ну, а это уже сам бейсмент, так сказать, полуподвальное помещение. Хотя подвалом это здесь никто не называет. Здесь есть еще один выход. Вот какой прекрасный вид. Опять же, на задний дворик. Здесь в прошлом году мы видели змею. Это виноград. Вот эта поляна летом вся устелена ягодами. Этот ручей переполняется, когда идут дожди. Вот абсолютно такой сказочный вид. Так, а здесь это так называемый кондишен. В этом году нам поставили солнечные батареи. Я выйду на улицу, покажу. Это, в общем-то, современный кондиционер. Он не очень сильно, не очень громко работает. Есть кондиционеры, которые вешаются в старых домах на окна. И они очень сильно шумят. Настолько сильно, что спать порой невозможно. Я, в общем-то, жила уже в старом доме в Мичигане. И мне пришлось перетаскивать кровать в другую комнату. Птицы здесь поют по утрам. И так, как я сказала, здесь вот в бейсменте, опять же, все удобства. Здесь жил квартирант, у него был свой холодильник, свой санузел. Иногда в подвальных помещениях устраивают что-то вроде кинотеатра, либо спортивного зала, либо танцевальный зал. Что кому нравится. У нас там пока еще не обустроено, потому что человек съехал. И мы как бы еще думаем, что там будет. За мной лестница на третий этаж. Там две комнаты стандартные и ванная. Нужно сказать, что в каждой комнате есть такие вот помещения. Они называются клозы. Типа что-то кладовки. Где хранится одежда. Вообще, я привыкла к таким стандартным шкафам. Поэтому вот такая кладовка меня несколько напрягает. Ну, в общем-то, я начинаю уже привыкать. Это со временем можно переоборудовать. То есть в каждой комнате, в каждом помещении есть вот такие вот лампы с вентилятором. Летом здесь бывает довольно-таки душно. Поэтому можно спасаться от жары еще вот таким вот способом. Вот это вот я. Living room. Там выход. Я сейчас покажу свой дворик. Вот она, моя красавица, плавает. Я иду сейчас в магазин с такой сумкой. У меня спортивный вид. Нужно сказать, что американцы ходят в магазин даже в пижамах или в бигудях. В общем-то, вот такая у них свобода. Я немножко еще причесываюсь и крашу губки. Вот это мой дворик. Здесь очень ухоженные дворы. У каждого дома есть своя парковка. Поэтому, в общем-то, американцы любят загородную жизнь. Много цветов. Обязательно нужно подстригать кусты. За всем этим следят коммунальные службы. То есть, около дома нужно самому следить. Также косится трава около дома. Я сейчас снимаю, как происходит уборка. В нашем дворике маленьком может быть довольно-таки шумно. Работают обычно два человека. Один с пылесосом, другой метет улицы. Этот вот, не знаю, что он там, разгоняет листья, наверное, мусор. Во всяком случае, у нас всегда чисто. Это называется Тенхаус. Почему это так называется, я не знаю. Может быть, потому что домов здесь должно быть 10. Ну, так условно называют. Их, в общем-то, здесь не 10. Может быть, больше. Вот такой вот дворик. А это я показываю систему солнечных батарей. Чтобы установить эту систему, вот эти вот пластинки. Это солнечные батареи. Теперь хочу немножко рассказать про солнечные батареи. Нужно сказать, что устанавливали их нам совершенно бесплатно. То есть, американцы подсчитали, что установка таких вот систем дает огромную экономию и по деньгам, и по экономии самой электроэнергии. У них даже есть акция, что если ты приведешь клиента для установки солнечных батарей, то еще и не дарят какие-то деньги. Улица, ее название Бёрч, это птичка. Есть улица Кипарисовая, есть улица Вишневая. Теперь что по поводу города. Это обычное американское село. Нужно сказать, что недвижимость в последнее время здесь очень подорожала. Потому что место, где я живу, в 30 минутах от Вашингтона, от столицы, и в 30 минутах от Балтимора. Как раз посередине. В самом Вашингтоне все значительно дороже. И опять же, проблема с парковками. Ну, в общем-то, по поводу села, это такое условное название, потому что в этом селе есть великолепный современный кинотеатр. Здесь есть спортивная школа, которая готовит олимпийских чемпионов. Фитнес-центр с бассейном. Также нужно отметить качество дорог. Недавно мы ехали по Вашингтону. Там были такие вот ямы. Конечно, там машин гораздо больше, поэтому, возможно, и дороги хуже. Их нужно чаще ремонтировать. Нужно также сказать, что в Америке, в принципе, дороги, вот как едешь по маршруту, ремонтируются постоянно. Ремонтируют их в основном ночью. И уже настолько привыкаешь, что если яма, то уже чувствуется дискомфорт. То есть, если в Украине едешь, и там яма на яме, в общем-то, это, может быть, даже нормально воспринимается. Здесь нет, здесь привыкаешь к хорошему. Только ночью прозвенит струна. Только проснется бледная луна. Медленный груз твоих методов. Закружит нас, закружит нас. Вот еще хочу показать, там валяется почта. Это вот почтовый ящик. Но иногда ленятся почту бросать в почтовый ящик. В почте приходит очень много рекламы. И если корреспонденцию вот так бросают на дорогу, то, конечно, она упакована в кулечек. То есть, все цивилизовано. Посылки ставятся просто под двери. Не нужно никаких подписей. Я заказывала посылку с вещами из Украины. Огромный посыл. Она простояла полдня под дверью, и никто как бы ее не забрал. На это даже никто не обращает внимания, в общем-то. Ухожено, все зелено. Вообще очень красивый, конечно, штат. Я как бы интересуюсь жизнью в разных штатах. И меня вдохновляла Флорида. Я была в Майами. Интересовалась, сколько стоят там дома. На Флориде можно купить дом даже за 30 тысяч. Но мне сказали, что там также безработица. В основном стараются домик там купить пожилые американцы, которые проводят там пенсию. И, к сожалению, там много наркоманов, бездомных, которые просто спят на пляже. Ну и, разумеется, там много крокодилов. Я сейчас, наверное, даже бы не захотела жить в Нью-Йорке, в русском районе, потому что, ну, наверное, не было бы стимула даже учить язык. Ну и, опять же, близость к Вашингтону. Это, опять же, близость к столице. Это культурный центр. Это научный центр. Здесь НАСА. Здесь множество музеев, университетов. И, соответственно, определенный контингент населения живет. Конечно, здесь тоже есть бездомные, но общая культура чувствуется на каждом шагу. Здесь, в общем-то, спокойно. Это нет, это не белый район. Здесь, в общем-то, смешанное население. Здесь живут и китайцы, и чернокожие, и белое население есть. Вот. И я могу ходить вечером в магазин и не бояться. Еще я узнала, что здесь, в этом селе, даже есть свое телевидение. Вот это, кстати, местный муниципалитет. Вот как все аккуратно подстрижено. Вот. Везде такие таблички, чтобы убирать за собачками. Оказывается, здесь есть центр, где готовят собак в помощь людям-инвалидам. Восхищает меня здесь отношение государства, в принципе, общества к людям с ограниченными возможностями. Свою деятельность там ведут в основном волонтеры, но, видимо, есть какое-то государственное финансирование. Собираются деньги на дрессировку этих собак, на их лечение, на кормежку. Настолько вежливо здесь американцы, просто удивляет. Вот парень, там гуляет парень с собачками. Вот он. И он остановился, чтобы я прошла, чтобы меня эти собачки никак не потревожили. Вот, собственно, я подхожу к этому центру. Вот эта табличка называется «Feedos for Freedom». «Feedos для свободы». Вот. Я сегодня мониторила, что это. Сейчас я специально обойду этот дом. Где-то здесь должен быть вход. Как-то я шла в магазин, меня женщина спросила, где находится этот центр. Я не могла объяснить, вообще не понимала, что это. И сегодня я, наконец, поинтересовалась. Где-то в этом помещении должен быть вход. Там я видела зал есть, и там проводятся такие вот собрания, куда приглашаются инвалиды. Им предлагается вот эта вот рабочая собака. Эта рабочая собака умеет снимать обувь, стаскивать носки, открывать двери, подавать какие-то вещи. Чтобы дать человеку собаку, этот человек должен пройти обучение. Обучение длится 120 часов. Все это абсолютно бесплатно. Собака привыкает к человеку. Человек привыкает к собаке. Человека учат ухаживать за ней, кормить, чтобы животное было в безопасности. В общем-то, все это построено очень серьезно. Рабочие собаки предлагаются как для глухих, так и для слепых людей, для людей, которые не имеют, допустим, руки или ноги. То есть собаки подготовлены для разного уровня. Да, еще по поводу собак. Есть особая ветеранская программа, то есть для мужчин, которые были в армии, либо на войне, и вследствие чего стали нетрудоспособными. Конечно, это имеет очень большое значение, потому что присутствие собаки вообще в жизни человека, я считаю, большим плюсом. Она делает добрее своим поведением, своей лаской нацеливает человека на такое оптимистическое восприятие жизни. Вот такая у меня получилась прогулка. Она заканчивается. Я сейчас зайду в магазин. Всем всего хорошего! Ну и это видео как бы в догоночку, в продолжение, потому что сейчас я сижу в таком удобном шезлонге на берегу муниципального бассейна. Здесь несколько зон для плавания. Есть для со всех маленьких детишек, есть чуть поглубже для подростков, ну и зона для взрослых. Сегодня четверг, в общем-то, будний день. Недавно занимались школьники. Пришла другая группа, везде сидят тренеры, спасатели. Лишь недавно открыла для себя, что здесь, в моем селе, оказывается, есть такой прекрасный бассейн. Еще на Украине я очень мечтала, чтобы под окнами или где-то в городе местные власти или бизнесмены соорудили бы что-либо подобное, потому что климат, в принципе, у нас одинаковый. И я не понимаю, почему вот в Америке могут власти содержать такую прекрасную штуку. А на Украине это проблематично, и даже закрываются эти бассейны, которые есть. Вот голубая чистая вода, вокруг зелена, там какие-то даже есть горки, детишки прыгают. Вот какая-то там даже большая горка, если я похожу, поснимаю. Есть зона отдыха. Здесь можно находиться целый день и заплатить всего лишь 3 доллара. Можно позагорать, можно поплавать. Там есть душ, туалет, разумеется. Все это цивилизованное, все удобства. Я уверена, что здесь даже работает Wi-Fi. Кстати, это недалеко от моего дома. Можно прогуляться. Ну, если пешком, то идти минут 20, наверное. Меня сюда привез муж. Первый раз. Я здесь первый раз. Все мне показал, рассказал. Вот. И я, в общем-то, в такой полной нирване. Вот. Какая я вайда. Голубая-голубая. Синь. Издалека видно. Вот унижайка. Можно отдохнуть здесь. Окупайся не хочу. Целый день плавай. Во всех бассейнах. Там лягушатник. Так звали. Да, девочка сказала, что я не могу здесь находиться одна. Она пришла меня подстраховать. Вот эта девочка. Сказала, я посижу, пока ты прыгнешь. Окей, я попробую прыгнуть. Ну, что еще сказать. Это кайф. Спасибо. Спасибо.